Всем привет и добро пожаловать снова на мой канал. В сегодняшнем выпуске Лариса Удовиченко, Станислав Садальский, Михаил Ефремов, Кит Харингтон, Бритни Спирс, Татьяна Навка, Леонель Месси, София Ротару, Моргенштерн, Собчак и Ивлеева. Вот и наступили очередные долгожданные выходные и я надеюсь, что никто не скучает. Все чем-то занимаются полезным, расслабляющим, в общем, чтобы никто не грустил, ни в коем случае. Я для вас подготовил очередной выпуск новостей. Ну что ж, начнем. Начну сегодняшний выпуск я с Ларисы Удовиченко. Я думаю, в представлении эта женщина не нуждается. Заслуженная народная артистка СССР, России, в общем. Великая актриса. Совсем недавно Лариса Удовиченко побывала в Украине, в Киеве. У нее были гастроли театральные здесь и она дала интервью с Нижаней Егоровой на ее YouTube-канале. И оказывается, что я, честно признаюсь, не знал, возможно, для кого-то и не новость, но Лариса Удовиченко и Станислав Садальский уже давным-давно не дружат, а когда-то были хорошими друзьями. И вот Лариса призналась и рассказала, почему больше не поддерживает общение с давним другом Садальским. Она устала терпеть сложный характер Стаса. Также она отметила, что при этом он является замечательным актером, но есть вещи, которые для нее неприемлемы. Лучше отойти, не видеть и не знать, чем выяснять какие-то отношения. Вот так прокомментировала Лариса Удовиченко, коротко, Станислава Садальского. Но, кстати, я хочу заметить, что это не первая актриса, которая говорит про очень сложный характер Стаса Садальского. Я лично с ним не знаком, никак от этого не страдаю, честно вам скажу. Но даже если бы эти великие женщины-актрисы ничего бы не говорили, все равно я это вижу и чувствую. Вот как-то через экран я понимаю, какой у человека характер. Хотя, если честно, положа руку на сердце, вот я в своей жизни встречал творческих людей, особенно людей из мира театра и кино. Очень сложные люди, своеобразные, нарциссы все, в общем эгоисты. Очень тяжело к ним найти подход, это нужно иметь огромное терпение. Поэтому, в принципе, я не удивлен. Но, вот видите, еще одна актриса, буквально недавно об этом же говорила Татьяна Васильева, которая тоже много лет с ним дружила. В общем, как я понял, и Людмила Максакова тоже с ним не дружит. В общем, я так понял, Стас Садальский заработал себе не очень хорошую репутацию, видите. Все его боевые подруги, коллеги от него отвернулись. Хотя, вот в плане его профессионализма, здесь мнения расходятся. Потому что Татьяна Васильева сказала, что Стас Садальский еще не сыграл своей ни одной гениальной роли пока что, хотя он талантливый. А вот Лариса Удовиченко считает, что все у него уже сложилось. Но, в любом случае, такая вот информация, надеюсь, она для вас была интересна. В принципе, можете написать свое мнение касательно Станислава Садальского, Ларисы Удовиченко. Нравятся ли вам эти актеры? Ну и вообще, что думаете по поводу всей этой ситуации? Ну, а мы переходим дальше. Немного про Михаила Ефремова. Все мы с вами знаем, какая ситуация произошла в его жизни. Это злосчастное ДТП, алкоголизм и к чему это все привело. Не буду это все пересказывать. Также я хочу напомнить о том, что периодически они пытаются как-то спорить, смягчить приговор. Но и вот актер Михаил Горевой решил выступить за смягчение приговора Михаила Ефремова. И вот как комментирует всю эту ситуацию Михаил Горевой. Он говорит, что Ефремов работает в колонии и не на блатных должностях. Вместе со всеми шьет эти молнии. Защитные костюмы для врачей, работающих в красной зоне. Да, Михаил не самый молодой, не самый здоровый человек. Он имеет заслуги перед Родиной. Да, случилась такая трагедия. Заслуживает ли человек прощения? Смягчение, разумеется, заслуживает. Вот так вот публично высказался в защиту Михаила Ефремова Михаил Горевой. Я, в принципе, прекрасно понимаю, почему он так переживает за него. Все-таки человек не молодой, плюс там проблемы со здоровьем. Все это ясно и понятно. Также он является его другом. Понятное дело. Но если это все отбросить и просто посмотреть на всю эту ситуацию, вот, так скажем, холодным взглядом, постараться быть максимально объективным, то я уже повторял и еще раз повторю, что в данной ситуации Михаил Ефремов понес заслуженное наказание. Но только меня волнует один момент. Почему только он? Почему все остальные не сели так же? Почему Меладзе, Родзинский, Якубович и все остальные, которые сделали все то же самое, и у них все замечательно? Вот это вот меня волнует очень сильно. Видите, как, получается, законы работают только на тех, кто, видимо, очень сильно громко говорил что-то неугодное в адрес власти. Это мое субъективное мнение. Ну и, кстати, вот тот самый адвокат Добровинский, который выступал против Ефремова, точнее он занимал сторону потерпевших, назвал смешной и несуразной жалобу представителей Ефремова на его приговор. По мнению Добровинского, запланированное на 15 сентября рассмотрение жалобы не изменит наказание для актера. В общем, 15 сентября будет повторное слушание и, возможно, что-то поменяется. Но вот Добровинский уверен, что никак и ничего. В любом случае, ситуация неприятная, конечно, но уже как есть. Я свое мнение высказал, вы можете написать свое, если вы со мной не согласны. Как вы видите эту всю ситуацию? Мы переходим дальше. Буквально пару слов про Ксению Собчак и Настю Ивлееву. Оказывается, что да, мы в данный момент находятся обе в Питере. И вот тиктокер случайно шел по улице и встретил наших звезд. Я так понимаю, что все-таки долгожданное интервью Настя Ивлеева все-таки даст Ксении Собчак, иначе я не могу это по-другому никак объяснить. Что думаете вы по этому поводу? Вот, собственно, вашему вниманию предоставляю этот ролик. Знаешь, идешь, короче, ну просто по Питеру, по Дворцовой. А тут хуяк Ивлеева. Хуяк, дай, что, бля. Бля, и Собчак. Я думаю, что они не случайно встретились. Скорее всего, как они и договаривались, что Собчак идет к Ивлееву на шоу, а Ивлеева идет к Собчак. Возможно, они решили вот сразу бить двух зайцев, сходить друг к другу, сделать хайп и нас порадовать очередными выпусками. Возможно, кого-то порадовать, кому-то вообще все равно, не знаю. Ждете ли вы интервью на канале «Осторожно, Собчак», которое должна дать Настя Ивлеева? Или вам вообще это все неинтересно? Я думаю, что интервью все-таки состоится, и это будет что-то очень даже интересное. Ну а мы переходим дальше. Ну а теперь мы поговорим про актера Кита Харрингтона. Для тех, кто не знает, кто это, он исполнял одну из самых главных ролей в легендарном сериале, наверное, одном из самых лучших сериалов «Всех времен и народов. Игра престолов». Исполнял он роль в сериале «Джона Сноу». Для тех, кто не знает, но я думаю, все, кто смотрел этот сериал, прекрасно понимают, о ком я говорю. Кстати, напишите, смотрели ли вы этот сериал и как вам? Потому что, признаюсь честно, когда этот сериал был у всех на устах, его смотрел, наверное, каждый человек, которого я только встречал и знал. Я думаю, ну ладно, раз все смотрят, значит, действительно что-то гениальное нужно посмотреть. И вот я включаю этот сериал, и что-то он мне не пошел. Вот первая, вторая серия, ну не мое, не могу. Через год опять продолжается новый сезон, опять волна хайпа. Все про этот сериал говорят, все сходят с ума. Я по второму разу, третьему. В общем, раза с четвертого все-таки я его смог осилить, посмотреть, в принципе, мне понравилось. Но первые серии для меня были такие тяжелые. Не знаю, как для вас, вы можете поделиться своим впечатлением, как вам, в принципе, сериал «Игра престолов». Но мы возвращаемся к Киту Харрингтону. Так вот, он заявил, что попал в рехаб из-за финала сериала «Игры престолов». Для восстановления психического здоровья ему пришлось уйти в годовой отпуск. Он рассказал об общих впечатлениях, о том, что прочитав сценарий, он даже заплакал. Никто не мог даже предположить, что после съемок в этом сериале Харрингтон попал в рехаб именно из-за финала телесериала. И вот как он это все сам комментирует. «Признаю, что под конец съемок «Игры престолов» и после них у меня возникли некоторые проблемы с психикой. Я думаю, что это было напрямую связано с характером сериала и моими многолетними съемками в нем. Ну, как вы поняли, у сериала, конечно, грандиозный успех. Я помню, что там актеры получали просто сумасшедший гонорар за каждую серию. Там нереальные суммы, честно признаюсь. Ну и как я понял, все-таки сериал один из лучших получился. И вот какой ценой этот успех достался некоторым актерам. Видите, один из актеров, который исполнил одну из главных ролей в этом легендарном сериале, оказался в рехабе и проблемы с психикой. Ну, насколько я знаю, что у него проблемы не только с психикой. Я могу предположить, что это как-то взаимосвязано, потому что одно другое, в общем, оно все идет вместе. Ведь таких историй очень много, когда за каждым успехом есть такая цена. И готовы ли вы ее платить? Ну, честно, я нет. Я бы не хотел никогда стать успешным актером, певцом, неважно кем, блогером, чтобы потом по рехабам ходить или с психикой проблемы иметь. Ну, с психикой и так у всех, наверное, есть. Более-менее какие-то проблемы. У меня, видимо, тоже. Не видимо, а, скорее всего, тоже есть свои тараканы в голове. Это нормально. Но просто, когда ты публичный человек, и вообще, мне кажется, что работа актеров, она действительно очень сложная, потому что тебе нужно не просто играть, тебе нужно вжиться, прожить для того, чтобы действительно зритель тебе поверил. Это очень сложно. Это на грани сумасшествия. Поэтому зачастую у большинства актеров есть проблемы с какими-то запрещенными веществами, алкоголем, ну, или просто крыша едет. Мы уже много таких историй смотрели. И, несмотря на это, видите, популярность к этой профессии не угасает. Всё равно огромное количество молодых девушек и парней каждый год поступают в театральный и всё же хотят этого успеха. Но это их личное дело. Надеюсь, что они не будут настолько проникаться, чтобы потом, вот, как у Кита Харрингтона было. В общем, жду ваших комментариев, а мы переходим дальше. Ну и теперь мы снова поговорим про Бритни Спирс. Давненько я ничего уже о ней не говорил. Всю драму, которая связана с ней, мы уже знаем. Повторять не будем. Сейчас идут суды, замена опекуна. Грядут какие-то серьёзные изменения в жизни Бритни Спирс. Надеюсь, что всё это будет только ей в плюс. Говаривают, что Бритни Спирс таки планирует свадьбу со своим молодым человеком. И даже определились с местом, где они это всё мероприятие устроят. Бритни Спирс всё ближе к осуществлению своей давней мечты. После того, как у неё появилась надежда на освобождение от гнёта опекунства Йотса, она начала строить свои собственные планы на будущее. Ну и как вы поняли, это одно из самых её заветных желаний, это наконец-то выйти замуж. Выйти замуж она хочет за своего давнего партнёра по жизни, фитнес-тренера, друга, любовника, не знаю, в общем, много информации было про этого человека. Сэма с Гарри. Надеюсь, что он не окажется тем самым Кевином Федерлайном или ещё хуже, не дай бог, который тоже её обберёт до нитки, доломает её психику, не дай бог, чтобы с ней ничего плохого не произошло. Всё-таки три года они уже вместе. И я надеюсь, что это всё по-настоящему, что этот парень действительно её любит, хочет сделать её счастливой, потому что, ну правда, 39 лет, женщина молодая, совсем ещё хочет рожать, хочет женского счастья. И вот этот вот отец, который её просто со всех сторон давил и держал в заперти, не давал ей ни шаг влево, шаг вправо сделать. Возможно, что наконец-то всё-таки удастся от него уйти и зажить той жизнью, которую она хочет. А с Гарри, напомню, давал публично обещание жениться на Бритни Спирс ещё три года назад. Но так как отец не давал согласия, естественно, свадьбы не было. В качестве потенциального места для свадьбы они выбрали остров Мауи. Это райский остров, расположенный в Тихом океане, второй по размеру в Гавайском архипелаге. В общем, одно из любимых их мест. Они часто там проводили отпуск свой, поэтому пожелаем Бритни Спирс, чтобы её мечта давняя всё-таки сбылась. Надеюсь, что у неё вся жизнь наладится, но в любом случае мы можем заметить её инстаграм, как человек стал всё-таки дышать свободно. Уже чувствуется, что это она действительно ведёт свой аккаунт, а не кто-то за неё. Надеюсь, что этих безумных танцев будет всё меньше и надеюсь, что её глаза будут искренне гореть от счастья. Я ей этого искренне желаю. Но в любом случае, процессы запущены, я так понимаю, она настроена решительно. Видите, уже даже выбирает себе место для будущей свадьбы. С Бритни мы закончили, переходим дальше. Ну и буквально немного про Татьяну Навку. Все мы знаем ту историю, которую она устроила, международный скандал, когда на своём аккаунте в Инстаграме выставила фотографию испанского художественного гимнаста. Вы всё это осудила в жёсткой форме, в общем, после чего началось, всё это дошло до него и он ей лично ответил. Потом начали другие публичные люди за неё защищаться. Ну, кстати, их не так много-то было. В общем, как вы поняли, из поста Татьяны Навки она не приемлет те ценности, которые есть и в Европе, в Америке и в других цивилизованных странах. Всё это ей непонятно, она только за традиционные ценности и только за ту политику, которая, собственно, в её родной стране. За что, в принципе, её осуждать ни в коем случае нельзя. Но всё бы ничего, так только вот знаете, как мне нравится, когда они публично начинают, извините, обсирать всю эту Европу, Америку и так далее. Но при этом, понимаете, постоянно пытаются туда то уехать, то домик купить. И вот сейчас, пожалуйста, Татьяна Навка со своими детьми отдыхает в Греции. А почему не в Краснодарском крае? Почему не в Сочи? Россия огромная. И это я сейчас говорю без сарказма. Там много прекрасных мест. Почему они всё время едут куда-то на юг Франции, то в Италию, то в Грецию, то в Испанию, понимаете? Вот как можно быть такой лицемеркой? То есть тебе это всё противно, неприятно? Это, вы знаете, я сейчас вспомнил интервью Алексея Щербакова, есть такой комик, очень известный. Интервью, мне просто фраза его врезалась, как он рассказывал о том, что всех людей нетрадиционной ориентации нужно вообще взять, собрать в одну кучу, отправить куда-то чуть ли не на другую планету. То есть человек приезжает в другую страну, там, допустим, в Италию, во Францию, и его там раздражают, понимаете ли, геи. Так прости, родной, сиди тогда в России, едь в Беларусь, ну, в те страны, в Чечню, в конце концов, там, где это не приемлет. Почему вы едете в чужие европейские страны, в Америку, ещё куда-то там, где это всё нормально разрешено, и начинаете рассказывать, как должно быть? То есть, понимаете, в чужой огород со своим уставом так никто не делает. И вот, пожалуйста, лицемерие Татьяны Навки, как она кричала всё ей это мерзко и противно, и тем не менее, взяла своих детей и отправилась отдыхать в Грецию. Было бы, конечно, интересно, если бы она поехала сразу прямиком в Испанию, но я думаю, поедет и туда, потому что любят они все и Испанию, и Италию, и Грецию, и Францию, и все те страны, там, где всё им противно на это смотреть. В общем, я понимаю, конечно, что в Сочи отдыхать очень дорого, но Татьяна Навка не является бедным человеком. Кому только не ей жаловаться, всё-таки, имея такого супруга, можно себе позволить неплохо отдохнуть в Сочи. Но нет, полетела в Грецию. Кстати, в Греции нормально к этому относятся, Татьяна, если ты тоже об этом не знала. Я был в Греции, я видел, как там парни, девушки ходили за руку, и это спокойно воспринималось. Надеюсь, тебя там не вырвет, когда ты вдруг наткнёшься на таких людей и не запилишь очередной пост об этом. Ну, в общем, я своё мнение высказал, вы можете мне написать своё. Ну, а мы переходим дальше. Ну, и вот такая интересная новость из мира спорта. Ну, я думаю, кто такой Лионель Месси, наверное, знают все. Один из самых лучших и титулованных футболистов на планете Земля. И вот такая вот шокирующая новость пришла. Ну, для кого-то, может быть, она шокирующая, для кого-то вообще никакая, для тех, кто равнодушен к футболу. Но, тем не менее. Месси ушёл из Барселоны, из футбольного клуба Барселона. Аргентинцу хотели в половину снизить зарплату с 75 миллионов до 37. Его это, как вы поняли, не устроило. И он покинул футбольный клуб Барселоны. Чем шокировал, конечно, многомиллионную армию своих поклонников. Потому что, кто бы что ни говорил, я как раз находился в Греции, когда проходил чемпионат Европы. Это было что-то. Все смотрели, все сходили с ума. Я понимаю, что всё-таки у футболистов огромное количество поклонников и аудитории. И вот вчера такая вот новость. Многие, наверное, в шоке. Не знаю, теперь в каком клубе он будет участвовать. Но, тем не менее, вот такая вот новость. 1 мая 2005 года 17-летний Месси забил свой первый гол за Барселону. Кстати, сделал он это с передачи другого легендарного игрока Рональдиньо. За 17 лет в основной команде Месси провел 778 матчей и забил 672 гола и отдал 355 результативных передач. В общем, как вы поняли, очень талантливый, гениальный футболист, действительно, который сделал много для своего футбольного клуба. Теперь он станет звездой нового футбольного клуба. Время покажет, какого. Возможно, он уйдет в тренеры, но в любом случае, рано или поздно он уйдет. Ему 34 года. Я не знаю, нормально ли это в 34 года еще гонять с мячом, но судя по всему, да, абсолютно, почему нет. Ну, в общем, посмотрим, где теперь он станет звездой. С Месси закончили, переходим дальше. Пару слов про Софию Ротару. Я уже говорил, что я очень уважительно отношусь к этой певице и женщине, мне нравится все. Я рассказывал о том, что она 24 августа будет выступать на НСК Олимпийский в городе Киеве на праздничном концерте к юбилею независимости Украины. И вот получается, что София Ротару еще 23 августа, это за день до того, как она будет выступать в Киеве, согласно афише, она также еще выступит на фестивале Новая Волна в Сочи. Получается, она сегодня будет в Сочи, а завтра в Киеве. Ну и, как вы поняли, сейчас многие СМИ об этом начали писать. Я вообще не удивлюсь, если в какой-то момент просто люди настолько выйдут из себя и не допустят того, чтобы она выступала в Украине. Очень бы мне этого не хотелось, но я вижу, что уже понеслась. Такая, знаете, активность в ее сторону. Честно, я не знаю, как к этому относиться. Вот правда. С одной стороны, я понимаю, почему люди так негодуют в Украине. Естественно, люди почему так на это реагируют с другой стороны. Я тоже могу ее понять. Но, в общем, я не знаю, честно, я запутался. Наверное, все-таки, если бы вот прям так впритык эти даты не шли, знаете, 23 августа в России, в Сочи, 24 в Украине. И вот, наверное, именно из-за этого еще плюс 30-летия, юбилей независимости страны. И вот это прям так остро сейчас все врезалось. Не знаю, в общем, чем эта вся история закончится. Могу предположить, что, возможно, ей придется выбирать или отказаться. Возможно, наоборот, все пройдет даже очень замечательно. И она сможет порадовать своих зрителей и в России, в Сочи, и в Украине, в Киеве. Время покажет. Но пока что я вижу, что уже СМИ начали активно действовать и акцентировать внимание на том, что им это очень не нравится, что София Ротару и тут, и там. Но вы мне напишите свое мнение. Только давайте без вот этих международных скандалов. Этого хватает на телеканалах в России, в Украине. Здесь я вообще не хочу это все обсуждать, потому что, честно, пусть занимаются этим федеральные каналы, ведущие, которые получают за это огромные деньги. Вот о чем, о чем, но об этом я точно не хочу здесь устраивать какие-то, знаете, дебаты и диалоги. С Ротару закончили, переходим дальше. Ну и напоследок рубрика Герои сегодняшнего дня. Сейчас я назову имя нашего героя. Почему именно я его выбрал, тоже объясню. И многих, конечно, это сейчас будет шокировать, потому что, когда я произнесу псевдоним Моргенштерн, наверное, многие сейчас покрутили пальцем у виска и подумали, что со мной что-то не так. Но объясняю, почему именно Моргенштерн. Я рассказывал ту историю, когда он в своем инстаграме запустил челлендж в поддержку парня Ильи, которого очень сложный диагноз, и там нужно было собрать огромнейшую сумму 168 миллионов для того, чтобы его спасти. В общем, как вы понимаете, цены на лечение космические. Это ужасно, конечно. Меня это очень злит и огорчает. Но, тем не менее, Моргенштерн откликнулся на это. Он сам отправил очень огромное количество денег. И вот совсем недавно Моргенштерн вместе со своей Диларой, будущей женой, так понимали, уже не поженились, не слежу. Приехали в гости к этому мальчику Илюше. Можно пару слов, пожалуйста, для вот этих, которые там смотрят? А какие слова? А какие тебе нравятся слова? Извините. Илюха, оставай от меня, начался перемол. Илюха! Перемол начался. Илюха, спасай собаку. Начался. Ребята, никаких вопросов. Я жив. Собирает Моргенштерн уже эти деньги не первый месяц. Он запустил благотворительный челлендж, о котором я рассказал. Кстати, для тех, кто желает, вы можете присоединиться и также поддержать, перечислить деньги. Ну и вот сейчас, на данный момент, на лечение Илье благодаря Моргенштерну было собрано уже 95 миллионов. На минуточку почти 100 миллионов рублей. Благодаря Моргенштерну смогли собрать на лечение мальчику. Осталось еще 68. Я уверен, что они это сделают. Это, кстати, вот буквально за месяц-полтора собрали такую огромную сумму. И я уверен, что если бы Моргенштерн вот этот челлендж не запустил, это очень хороший челлендж, хочу заметить, потому что, если наблюдать то, что делают другие, давайте пошлем кассиров, еще кого-то. Даже если это и хайп, понимаете, но я за такой хайп, пусть он будет, потому что это хорошее дело, я так считаю. Поэтому, надеюсь, вы меня правильно поймете, почему сегодняшним героем я выбрал именно Моргенштерна, потому что за хорошие дела нужно людей тоже благодарить. Это действительно хороший поступок, который заслуживает уважения и того, чтобы я уделил этому тоже вниманию. Поэтому Моргенштерну огромное спасибо вот за этот поступок и дай бог, чтобы все остальные публичные люди подключались к подобным челленджам и чтобы делали много хорошего, потому что, знаете, плохого у нас и так достаточно. Хайпа, грязи, все это, мишуры и так далее, а вот хорошими делами прославиться нельзя. Можно. Знаете, поэтому вот Моргенштерну спасибо за то, что он помогает и не останавливается до сих пор и лично приехал навестить Илью, чему, конечно, парень обрадовался. Поэтому герой сегодняшнего дня Моргенштерн. Я надеюсь, что вы меня правильно поймете и согласитесь со мной. Ну и напоследок хочу лично от себя еще посоветовать вам несколько сериалов, которые мне очень понравились. Возможно, они вам также зайдут. Первый сериал это Монинг Шоу, Утреннее шоу в главной роли с Дженнифер Энистон. Классный сериал, мне легко зашел. Был только пока что один сезон, жду с нетерпением второго. Поэтому смотрите, возможно, вам понравится. Если кто-то смотрел, пишите, как вам. Второй сериал это Убивая Еву. Очень классный, там несколько сезонов тоже мне вообще легко зашел. Несмотря на то, что название, конечно, пугающее, но в целом классный сериал. Мне понравился. Ну и третье, Почему женщины убивают. Тоже очень мне легко зашел. Два сезона уже отснято, поэтому наслаждайтесь. Утреннее шоу Убивая Еву и Почему женщины убивают. Возможно, вы уже это все посмотрели, поэтому для тех, кто не смотрел, может быть, вам пригодится. Желаю всем прекрасного просмотра, желаю всем замечательных выходных, чтобы никто ни в коем случае не грустил и у всех все в жизни было прекрасно. Поэтому выше нос и настраиваем себя только на позитив и на хорошие мысли. Не скучайте. Спасибо всем огромное за то, что подписались. 60 тысяч подписчиков. Я до сих пор не верю в это. Спасибо всем и каждому, кто подписан на этот канал. Спасибо всем тем, кто смотрит и еще не подписывается. Я знаю, что вас очень много. Огромный процент людей смотрит мой канал, но не подписывается. Не знаю почему, но спасибо в любом случае за то, что вы смотрите. Возможно, вы когда-то решитесь и таки нажмете на кнопку подписка и на колокольчик, чтобы не пропускать мои выпуски. Стараюсь для вас их делать ежедневно. В принципе, у меня это получается. Как видите, я не тот блогер, который обещает и не делает. Я действительно делаю для того, чтобы вам всегда было что посмотреть. Спасибо всем за приятные комментарии, за правильную критику и за вашу активность. Это очень помогает в продвижении этого канала. Не забудьте поставить лайк этому видео, прокомментировать. Все, как всегда, обсудим ниже под видео. Услышимся в следующем видео. До скорых встреч и обязательно возвращайтесь, потому что я вас всех буду ждать. Пока-пока.